Здравствуйте, вот перед вами макевар, например, Тоншилов, ну это может быть абсолютно любая другая макевара, просто на ней я сегодня хочу показать о том, какие типы работы можно выполнять на макеваре, так что макевар очень часто у нас используют в основном только для набивки ударных поверхностей, хотя говорят, что мы ставим удар, делаем какую-то постановку в ударе, то есть силу, вызывает мощность, на самом деле по макеваре работая, как правило, занимаются только набивками, то есть набивают, убегают ударных поверхностей, конечно, при долгой работе по постановке и набивке ударных поверхностей, именно по набивке, как можно сказать, происходит и постановка приема самого, почему? Потому что чем менее болезнен становится удар на макеваре, тем человек начинает по ней бить сильнее, тем он не хочется бить по ней сильнее, и в итоге у него начинает ставиться прием. Ну вот так, насколько ли мы не всегда, ведь не все годами работаем на макеваре, хотя на макеваре можно поставить удар достаточно быстро, то есть на протяжении нескольких месяцев можно в разы повысить сильный удар, если бы он был 150 кг, можно добить 100 кг или 600, а уж про 400 даже и нечего говорить, сделать это очень легко, плохо. Так какие же основные типы работы на макеваре есть? Как я сказал уже, это набивка самих ударных поверхностей, то есть то, что мы называем, может быть, Шу-то, Ту-то, Уракен, может быть, Цей-кен, вот, и может быть, постановка, с чем заключается постановка ударных? Становка мощного ударов в глубине, то есть насколько далеко и сильно пробивается макевар, насколько сильную мощь и, насколько, так сказать, энергию заносит кулак ударяемой поверхности. Я сегодня покажу это все на кулаке, то есть я расскажу, как это делается и ударить кулаком, вот, но абсолютно точно так же все работает и для всех остальных ударных поверхностей. Сейчас я расскажу, как мы не знаем.